Наверняка многие девочки в детстве коллекционировали куклы или мечтали об увлекательном занятии. Брещанка Анастасия Олегнович долгое время была просто поглощена таким хобби. Кто бы мог подумать, что со временем оно перерастет в другое, создание своих уникальных шедевров. Взяв за основу магазинный вариант, девушка начинает творить. В арсенале акварельные краски и карандаши, кисти разных размеров и множество изобразительных средств. На каждом этапе творчества свой алгоритм действий. Практика, выработанная за годы занятий любимым делом, сегодня позволяет фантазировать без границ. Главное – вдохновение и время. Я их перерисовываю, и она единственная в своем роде получается. А кукла изначально идет просто как шаблон, как базовое что-то для накладывания образа. От образов из коллекции Анастасия Олегнович глаза разбегаются. Все они неповторимы, интересны по задумке и, конечно, уникальны. Вряд ли такие куклы встретишь на прилавках магазинов. Именно поэтому к творчеству девушки особое внимание. Обнаружив работу художницы в социальных сетях или услышав от знакомых о необычных сувенирах, в речи они не раз обращались с просьбой о создании индивидуального заказа. Со возрастанием интереса к своему творчеству возрастал интерес Анастасии к разным экспериментам в работе. Все, что краски, все подходит. Лак также может быть для блеска и различные кисти для растушевки и для придания различных переходов. Что касается одежды и волос, тут можно посмотреть, это тоже различные материалы от ткани до... Ну, волосы тоже из разного сделаны. Здесь жесткая, да, а вот здесь мягкая. Ну и так далее. Бывают там коза, они натуральные, бывают искусственные, которые вот проще, легче укладываются. Ну и так далее. Это предпочтение человека зависит, которому кукла и так далее. Перед началом основной работы художница чаще всего делает эскиз, а иногда идея рождается прямо в процессе. Результат творчества должен полностью соответствовать видению Анастасии, а потому, признается девушка, над куклой можно долго трудиться. Точное количество собственноручных творений художница вспоминает с трудом. Все сделано, что называется, на одном дыхании. Многие из работ хранятся в личной коллекции, остальные нашли своих обладателей. Она мне говорила, что это образ такой, что это мультяшные куклы, что это, ну вот, сейчас такие нравятся. И я, конечно, не всегда, ну не всегда поддерживала ее. Но она очень настойчива и настырна, и этому посвящала много времени. И она вот, когда уже рассказывала раньше немножко, что и ночами она могла сидеть, и рано утром вставать, и поздно. Ну, то есть, когда она набирала такое время, выбирала, когда ее никто, ну, не контролирует, что ли, и все равно этим занималась. Анастасия Олегнович – будущий лингвист. В этом году она поступила в университет имени Александра Сергеевича Пушкина. Своё влечение она планирует совмещать с учебой и развивать. Способности позволяют, желание налицо. В том, что эта талантливая брещенка не остановится на достигнутом, сомневаться не приходится. Я хотела бы как-то это развить, больше, больше, больше захватывать различные отрасли, именно творчество. Я в творчестве стараюсь себя реализовать во всем, понимаете. Не только в куклах, это игрушки из корицы, это, ну, пахнут корицей, или бижутерия различная. Просто рисую, всё это делаю, всё, что касается, всё это мне очень нравится, и меня вот захватывает, и готова этим заниматься с удовольствием. София Бережная, Дород Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ.